Научить других выращивать домашние цветы, разработав приложение с подсказками или сохранить леса, используя преимущества небумажных носителей. Идеи, приносящие пользу и прибыль, есть у современных школьников. В Центре одаренных детей Эдкер прошла профильная смена по финансовой грамотности «Страна финансия». Получить прописку в этой стране можно и даже нужно. Без знаний в области финансов сегодня никак. Два года назад своеобразная виза была только учеников 20-й Чебоксерской школы, ведь авторами-разработчиками программы «Страна финансия» является творческая группа из администрации педагогов 20-й. Осенью 2022 года проект был апробирован с участием школьников столицы, а сейчас к ним присоединились талантливые сверстники со всей республики. Их 44. Ребят учат искать идеи, которые могут принести прибыль, и делать шаги, которые эту прибыль принесут. Например, освоить производство органической косметики и парфюма по индивидуальным предпочтениям. Презентовать идеи, родившиеся за время смены, школьники смогли сразу министру финансов республики Михаилу Ноздрякову, представителям банков и потенциальным инвесторам. Насколько профессия подходит человеку? 10%. Потом можно будет купить платный доступ к нашему боту. Там можно загрузить согласия о персональных данных, также грамоты, сертификации. Приложение в телефоне «Цветы без забот» облегчит жить начинающим садоводам. Подскажет, как выращивать, когда поливать. Все это может в будущем реализоваться благодаря знаниям, полученным на образовательных занятиях от лучших спикеров в области бизнеса и финансов. Чтобы объединить теорию и практику, авторы программы разработали сюжетную игру, в которой есть все от образовательного кредита до защиты бизнес-идеи. Ребята создавали фирмы и вели учет своего финансового состояния. Над проектами, представленными на ярмарке идеи, работали одну неделю. Бизнес-идеи здесь абсолютно разные. От действительно тех, которые можно реализовать уже буквально сейчас, заинтересовались представителя бизнеса, до более фантастических идей, тех, которые можно будет реализовать в будущем. В дальнейшем программу повышение финансового образования хотят вывести на новый уровень страны и собрать на тематическую лагерную смену в Чебоксарах талантливых детей из других регионов. Анна Филипова, Надежда Александрова, Михаил Солин, Вести, Чувашия.